Дорогие друзья, предлагаем вам послушать сказку Екатерины Каргановой «Тошка». Щенку Тошке очень хотелось найти клад. Разбогатею, куплю все, что захочу, мечтал Тошка. Щенок взял лопату, мешок и отправился в поле. Увидел холмик и стал копать. И вдруг на дне ямки серый пушистый комочек смотрит на Тошку и спрашивает, что ты ищешь? Тошка не растерялся и говорит, клад ищу, хочу стать богатым, чтобы всего-всего накупить. Я тебе помогу, сказала полевая мышка. А это была она. Мышка юркнула в норку, а когда появилась, в лапке у нее была золотая монетка. Бери, сказала мышка. Она давно под землей лежит. Обрадовался Тошка, поблагодарил мышку и через поле, через лес помчался на базар. Чего только не накупил Тошка на базаре. И сахарную косточку, и разноцветных леденцов, и семечек, и медовых пряников, и лесных орешков. Довольный, счастливый, с полным мешком за спиной, идет Тошка по лесу. Поет, щелкая орешки. Спрыгнула на дорожку белочка и спрашивает, не угостишь ли меня щеночек орешком? Одним орешком сыт не будешь. Бери побольше. Ускакала белочка с орешками. А Тошка вытащил из мешка румяное яблоко, захрустел. Хрум, хрум, хрум. Выкатился из-за куста еж. Здравствуй, щенок. Вкусное ли яблочко? Так а ты сам попробуй и узнаешь. И Тошка насадил яблоки ежу на иголки и пошел дальше. Мешок стал легче, но щенок не унывал и пел еще громче. Зашуршали ветки, затрещали, и прямо перед собой Тошка увидел медвежонка. Что за клад ты нашел, спрашивает. Можно посмотреть? Угощайся, раскрыл щенок мешок. Сгреб медвежонок в охапку сушки, леденцы, заурчал. Спасибо, спасибо. Стал мешок легче. Достал Тошка кулек с семечками. Идет, грызет. Шурррр, слетела на пенек стайка синечек. Защебетала. Тинь-тинь-тинь, свирь-свирь. Подаришь щеночек семечек синечкам. Высыпал Тошка на пенек все семечки. Возле самого дома повстречал щенок курицу с цыплятами. Ко-ко-ко-ко-ко. Пи-пи-пи-пи-пи. Закудахтала курица и запищали цыплята. Пожалуйста, Тошечка, угости нас вкусненьким, что у тебя в мешке. И отдал щенок пряники курице с цыплятами. И осталась в мешке только одна косточка. Съел Тошка косточку, заглянул в пустой мешок и расплакался. Уж не по богатству ли ты своему слезы льешь? Подбежала к нему мышка. Да нет его у меня, вздохнул щенок. Послушай, какую я сейчас песенку в лесу слышала. Щенок по лесу проходил и всем подарки подарил. И каждый весел, каждый рад. Щенок наш друг, он просто клад. Какое это богатство, дружба. Подумал Тошка и улыбнулся. Мальчишки и девчонки любят собирать маленькие разные предметы. Камешки, пуговки, ракушки. Их надо где-то хранить. И вот для таких кладов, сокровищ, предлагаем вам сделать коробочку в технике оригами. Для изготовления коробочки понадобится цветной картон, линейка, карандаш и ножницы. Для оформления можно использовать разноцветные ленточки из любого материала. Начинаем работу с верхней части коробочки, с крышки. Сначала нужно вырезать из картона квадрат. Из обложек от альбомов и листов цветного картона получается квадрат примерно 20 на 20 сантиметров. Но размер можно выбрать и самостоятельно. Коробочки могут быть и большими, и маленькими. На обратной стороне листа проводим две линии карандашом от углов по диагонали. Загибаем один угол к центру. Такие сгибы нужно будет потом сделать со всех сторон. Затем загибаем получившийся край еще раз к центру. После этого разворачиваем его. То же самое нужно сделать со всех сторон. После этого делаем по два надреза с двух сторон, как показано на фото. Затем начинаем собирать коробочку. Загибаем два угла к центру. Загибаем края с двух сторон. А их кончики складываем вовнутрь. Осталось загнуть вовнутрь и плотно прижать два других уголка. Крышка от коробочки готова. Нижнюю часть коробочки можно сделать из белого картона. Размер квадрата для нее должен быть на пол сантиметра или один сантиметр меньше размера квадрата для крышки. Коробочка и крышка для нее готовы. А для украшения можно использовать любые интересные красивые ленточки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова